Итак, это анализ рынка. Сегодня 24 октября 2023 года, время 7 часов 20 минут по московскому времени. Рыночный фон на сегодня такой. Азия торгуется разнонаправленно, Япония в минусе, Китай в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, не в микроминусе. По инвесу ММВБ после штурма уровня 3290 и физ 3030 пунктов, то что было вчера, рынком была предпринята попытка загнать индекс ниже. Но по факту медведи скрутили в бараний рог и на вечерней торговой сессии индекс ММВБ снова пустили во все тяжкие к сопротивлению 3263 пункта. Учитывайте, что свечные шипы с точки зрения техники, они остались на уровне 3290-3300 пунктов. Мы их пойдем сегодня отрабатывать, то есть пользу роста рынка. И в чем суть? В том, что общий сырьевой рыночный фон на сегодня следующий. Нефть в микроминусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платье на палладе, медь в плюсах. Соответственно, по металлам продолжаем торговаться в боковиках. И что самое важное, чтобы влиять также на ход торгов всего российского рынка акций сегодня. Во-первых, проторговка нефти в районе 90-91 доллар за баррель. А во-вторых, крайне важная макроэкономическая и геополитичная новость, которую я вам хочу сейчас озвучить. Я ее опубликовал на нашем телеграм-канале, ссылаясь на речь изданий CNN. Наш телеграм-канал это Биржуек акций, где 66 856 подписчиков. Ссылка на канал имеется в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала, пункт А телеграм-канала про рынок акций. Настоятельно рекомендую подписаться. Так вот, США сообщают, что у Штатов есть разведданные о том, что поддерживаемые Ираном группировки ополченцев планируют активизировать нападение на силы США на Ближнем Востоке. Иран стремится к эскалации конфликтов в регионе, сообщает об этом издание CNN. Господа, смотрите, здесь есть основная макроэкономическая подоплека. Несколько геополитическая, сколько макроэкономическая. Потому что высшая цель всей текущей ситуации во всем мире накала геополитических страстей лишь в одном – в потенциальном будущем гиперинфляции, которые будут вызваны всеми этими происходящими событиями. Внимание! На нашем телеграм-канале «Биржевик сырьевой» Ге-28520 подписчиков. Ссылка на канал имеется в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала. Пункт Б – телеграм-канал про сырьевой рынок. Также рекомендую подписаться. Я опубликовал свои мысли на этот счет. Цитирую. Кстати, издание CNN сообщает, что у Штатов есть разведданные о том, что поддерживаемые Ираном группировки ополченцы планируют активизировать нападение на силы Штатов на Ближнем Востоке. Внимание! Ранее заявления Ирана были следующими. Цитирую. Первый пункт из уст миссии Ирана в ООН. Вооруженные силы Ирана не будут вступать в бой, если Тель-Авив не атакует Иран. Фронт сопротивления может себя защищать. И второе. Иран направил сегодня Израилю послание подчеркнуть, что он не хочет дальнейшей эскалации конфликта, но ему придется вмешаться, если израильская операция «Три газа» продолжит. Сообщили два дипломатических источника. Сообщат об этом знание «Эксиос». Так вот, господа, смотрите. Если начнется уже общая или даже межгосударственная крупная конфронтация между Израилем и всем арабским миром, плюс подключение также США в этот конфликт, то учитывайте, что половина арабского континента – это ядерные державы. Это первое. Второе. Если этот конфликт будет дальше сильнее, как маховик раскручивается, цены на все сырьевые товары взлетят космически образом вверх. То есть нефть, политикоин, корень 160, вполне себе возможно золото – 3000 долларов за унцию, серебро – по 70. То есть все сырье будет дорожать на факторе того, что будут закрыты все морские пути, логистически в виде Армузского пролива, ряда прочих региональных проливов, по которым поступает та же самая нефть, точнее, по которым транспортируется та же самая нефть и прочие сырьевые товары. И, как ранее сообщал Bloomberg, у них базы вождений вот такие, что если начнется крупный конфликт между Ираном и Израилем, нефть от текущих уровней вырастет на 64 доллара за бочку. И что необходимо учитывать, то что мы с вами знаем, как этот конфликт будет дальше разгораться, вообще без понятия. Понятно одно, что мировые архитекторы, так называемые макроэкономисты и также мировой капитал делают уже ставку сейчас на просырьевые активы. Я думаю, вы прекрасно видите отчетность, которую я публикую также на наших телеграм-каналах, в ютубе озвучив, в контакте группе Яндекс.Зен, о том, что государство, крупные частные фонды начинают активно пылесосить на рынке металлов, золота, серебро и прочие сырьевые товары. Так в чем суть-то? Если это крупный конфликт начнется, то помимо нефти, золото будет при таком рассаде штурмовать сопротивление 3000 долларов за лунцу, так как крупный мировой капитал будет понимать, что мировая гиперинфляция неизбежна не только за счет фактора удорожая цены на сырьевые товары из-за крупного геополитического конфликта на Ближнем Востоке, но и за счет обвала индекса доллара DXY, который будет спровоцирован путем оттока всех денег из долларовой массы, долларовой ликвидности. Их гособлигаций, в том числе американских. На факторе чего, ФРС вынуждена будет в последний раз в свою историю запустить программу монетарного стимулирования, то есть программу количественного смягчения, так называемый печатный станок, но уже в рамках либо нулевой процентной ставки, либо вообще вывести ее за пределы отрицательного значения. В такой ситуации крупные мировые деньги сразу же убегут из рынка акций Европы, США и будут дислоцироваться в драгоценных и промышленных металлах, а также криптовалютах. Поэтому они ожидают тотального ухудшения ситуации в макроэкономике, геополитике. Я еще раз повторюсь, о чем говорил много раз в наших видеороликах. К примеру, в данном видеоролике про крах Вимарской Республики, причины гиперинфляции, золотой путь будет по 3 тысячи за унц, история повторится. А также в данном видеоролике анализ рынка от 9 октября, начало конфликта на Ближнем Востоке, нефть по 300. Также в данном видеоролике нефть уже по 100 золота будет по 3 тысячи, который я публикал три недели назад, 28 сентября. И также в данном видеоролике про конфронтацию США и Китай идет тотальный рост гиперинфляции, разрыв логии, конфликты в Европе. Ссылается на то видео, которое я публиковал еще почти полтора, даже почти два года назад на нашем YouTube-канале. Я во всех этих видеороликах ссылался на одну простую истину, что у нас впереди крупный маховик гиперинфляции. В принципе, если вы смотрите каждое мое видео, вы одну и ту же риторику, я полагаю, слышите из видео в видео. И, соответственно, инфляционная спираль по себе начинает разрастаться. Я обращаю ваше внимание, что если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, то, соответственно, мировой виток гиперинфляции будет набирать катастрофические обороты для всех. И я еще раз подчеркну, что при будущей разрыве мировой логистике в виде судоходства мирового мир встанет перед дилеммой деурбанизации. Я это сразу подчеркиваю. Тренды, я уже прекрасно вижу, что будут наперед на горизонт будущих 5-7 лет. Рост цен на сырьевые товары, отток населения из крупных городов в губернии, в сельские местности, проще говоря, и это тренды всей планеты. Это подчеркиваю. Поэтому замысел архитекторов, так называемых, в том, чтобы породить гиперинфляционный шок с целью сжигания всей долговой массы, которая накопилась за последние полвека, с момента Бреттон-Вудских соглашений, при котором были в свое время сформированы Международный валютный фонд, Всемирный банк, когда доллар, по факту, стал уже международной валютой расчета. С того момента времени, начиная не с 71-го года, я сразу подчеркиваю, начиная с 44-го года, долговая масса всех стран мира начала более, ну, так плавно расти, с 44-го, по 71-й год. Когда доллар признали мировой валютой, с 71-го года, начала долларовая масса расти по всему миру более тотально. А после развала Советского Союза, то есть третьей политической силы, доллар начал, точнее, долговая масса начала более активно расти среди стран Восточной Европы, бывшего Советского Союза. И в чем суть? В том, что, я еще раз напомню, 4 квадриллиона долларов это весь долг планеты Земля. И суть в том, что все страны не собираются никому ничего платить. По большому счету, за этим стоит лишь одна истина в последней станции в виде обновления всей финансово-монетарной системы, при которой мы живем. Как ее будут обновлять? Правильно, путем радикального снижения ключевой ставки в рамках этого многоходового ЧФРС, который я вам еще раз в этом видео мысли свою выскажу. В рамках тотального снижения ключевой ставки, запуска печатного санка и прочего. То, что будет порождать рост денежной массы М2 в доллар, и то, что будет порождать процесс сперва галлопирующий инфляционный шок, а потом уже гиперинфляционный шок. И, кстати говоря, на YouTube-канале Абета Капитал акции Облигация Аналитика коллеги озвучили макроэкономический взгляд на происходящее. Я всем рекомендую ознакомиться с этим материалом. Видео называется «Что покупает? О чем предупреждает инвестор Говард Маркс?» Потому что любой адекватный трейдер, инвестфонд, инвестбанк прекрасно понимает, что мир близ к этому гиперинфляционному шоку. И, по факту, каждый управляющий озвучивает свой подход к тому, как этот виток негатив вообще пережить и в какие активы в резону вкладываться и какие события макроэкономического уклада в целом ожидать. Поэтому ссылку на данный YouTube-канал я оставлю в описании под данным видеороликом. Рекомендую ознакомиться с тем видео, которым я сейчас вам озвучил. Соответственно, вся эта негативизация в макроэкономике неуклонно будет влиять также на наши российские рынки акций. Вот обратите внимание на XMMVB. Да, я понимаю, что с точки зрения недельного графика впадает в фазу своей перегретости, впадает в фазу дивергенции. Соответственно, есть резонно предположить то, что от стратегических вышитающих уровней там в районе 300-3700 пунктов у нас рынок будет просто обваливать вниз на район 1-2 Вера Гана может быть уровень 2-800. Но, опять же, это вопрос не ближайших там дней, там ни одного, двух, трех дней. Это вопрос, скорее всего, уже начала будущего года, потому что если слагаться на крайне важные мультипликаторы макроэкономические, которые я также публиковал в рамках нашего телеграм-канала биржевик акций. Ссылка на канал можете в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала пункт А телеграм-канала про рынок акций. Примерно говоря, инверсия коревых доходных трежер сравнивается на нулевом значении. ВВП США и еврозоны продолжают снижаться. Страны ЕС по показателю PMI деловой активности хотели задовольны 45 пунктов. Ну, по факту кризисные минимумы ковида. А также PMI, то есть инвестиционной активности США продолжат уверенно падать. К чему я клоню? К тому, что во-первых, дальнейшая политика многоходовщих ФРС я указал следующим путем, что по мере достижения уровня критического сопротивления 5,5-6% годовых по гособлигациям США не же 3-10-летние ФРС будет по спина более интенсивно переобуваться. То есть в своей монетарной политике говоря о том, что мол, да, долгую ключевую ставку держали на высоких уровнях. Соответственно, давайте ее понижать для привлечения на страну капитала в американскую экономику. Это первое. И второе, что необходимо учитывать, когда наблюдается выход, доходность трежерис и когда кредитные спреды полностью отрываются от доходности по кредитам, это кризисные признаки в экономике. Вот внизу находится трежерис 10-летних США. Сейчас эта картинка у меня пропадет. Черненькая. Вот она почти пропала. Видите, они выходят в нулевую значение. То есть, это означает то, что инверсия кредитных доходностей сравнялась на нулевом диапазоне. То есть, это перед кредитные сигналы. И второй важный момент, это кредитные спреды. Очень широкие, очень массивные, как это было, примерно, перед кредитом 2008 года, перед кредитом 2020 года и, соответственно, сейчас. То есть, я все веду к чему? К тому, что, если вдруг крупная мировая рецессия и в дальнейшем финанский кризис ударит по американской европейской экономике, это ударь по фондовым рынкам. Соответственно, это ударит то же самое и по нам в рамках текущей ценовой перегреции по всему российскому рынку, формировании дивергенции, но, есть большое но. Ударит ли сейчас? Еще раз повторюсь, я в этом сильно сомневаюсь, потому что сейчас многие российские банки фиксируют текущий год, они, соответственно, фиксируют сейчас доходности, ну, точнее начали только фиксировать, у них на фиксацию еще два месяца есть, и, в принципе, чтобы более жирненько заработать на рынке, они вполне резонно могут его и подбросить вот сюда, в рамках формирования, формации восходящего калина, и только потом уже на горизонте первого квартала 24-го високосного подчеркиваю года, у нас есть резон от этого ценового сопротивления трешет, вполне реально взять и обвалиться, конечно, очень мудрно, одно, 800-2900, вот сюда, как будет по факту, время покажет, в любом случае, при любом раскладе, я озвучу свою мысль на этот счет, что, во-первых, сегодня мы идем с вами на опять сопротивление 3300, отрабатывать вчерашний свечной ошибки, который имеется на часовом, четырехчасовом графике, вот он находится сопротивлением, данным сопротивления, и даже чуть выше еще есть диапазон сопротивления, который мы будем отрабатывать, соответственно, вчера по вечеру буквально в 4-5 часов, значит, наш российский рынок откупать, его в принципе откупили, по фичу на МВБ тоже видно ценовые откупы в этом диапазоне, поэтому сегодня вполне резонно есть возможность, есть на то повод российский рынок акций заштурмовать к вышедающему сопротивлению 3300. У меня на этот счет, еще раз напомню вам, имеются позиции среднесрочного уклада, которые я по мере роста всего рынка дальше буду распродавать, потому что я еще раз повторюсь, что я не вижу никакого резона, смысла, посыл на то, чтобы эти среднесрочные позиции держать дальше, с какими-то эфемерными целями выше, в виде там ММВБ по, не знаю, там 10 тысяч, по 15, по 20 тысяч пунктов, я вот, честно говоря, особо не верю, верю больше в то, что структурная перестройка российской экономики наступит намного быстрее, чем мы думаем. Вот, и соответственно, переходя на нефтегазовые наши российские компании, что по факту является драйвером роста всего нашего с вами российского рынка, я озвучу просто свою мысль, который раз, что нефтегаз, в принципе, в мае своей еще даже не дорос до уровня реперных разворотов точек, например, Газпром еще не вырос до уровня 205-210, примеру говоря, рост нефти еще не доросла до реперного уровня в районе 640-650 рублей вблизи 1-2 в Ирагана, Лукоил еще не дорос до своего критического уровня в районе 8800-8300 рублей, это в третьем, четвертом, Сургут, нефтегаз, Прев, у нас с вами демпингуют в данное время, но опять же повторюсь, что не думаю, что куда-то сильно загонят вниз, соответственно, тут какие-либо краткосрочные наскоки я по нему ожидает. Также, скажу, что сургут нефтегаз, Прев, с точки зрения младших таймфреймов, я рассматриваю на краткосрочную спекуляцию. Вот, и то, что мы вместе говорим про ТАП-нефть, тоже нефтегазовую российскую компанию, пока до уровня закрытия ГЭПа мы не дошли до сопротивления 650, и, соответственно, если говорить про транснефть, то до уровня отработки третьей вершинки 150, 151 тысяч рублей, тоже мы локально не дошли. Я все веду к чему, к тому, что если ситуация на Ближнем Востоке раскрутится сильно, как маховик, и нефть впает вверх, соответственно, российские нефтегазовые компании, они будут стремительно добивать свой рост, то есть, от тех уровней, которые я сейчас озвучу. В принципе, в базовом сценарии, в рамках базовых моих ожиданий я этого и ожидаю, потому что все равно цели по МФБ находятся выше, которые я им озвучил, 300, 3700, и от тех уровней, конечно, уже есть резон хорошенько отвалиться рынку в поисках глубокого снижения. Но опять же, как говорится, я жду дальнейшего среднесрочного роста рынка акций России, я на него ставку свою также продолжаю делать в рамках лонгования среднесрочных, а также краткосрочных спекулятивных позиций. Вот, например, Газпром, я еще раз повторюсь, что мои цели по нему выше, в районе там 205-210, там я всю позу буду закрывать по Тинькофф банку. Цель в районе 3700, где я буду опять полпозиций закрывать, спекулятивно, да, прибыль по ним фиксировать. И всю позу по Тинькофф банку закруглить на уровень, может быть, 4000 рублей за акцию. По Сигеже та же самая шляпа, в принципе, по 560 я готов позу всю закрыть, по МТС по 315 полпозиций готов закрыть, и остальную половину готов держать до 345, по фикс прайс в принципе полпозы готов закрыть на уровне в районе 382-385, а остальную полпозу готов держать до уровня 400. И вот вчера взял ранг нашего вип-клуба акции компании Позитив. Ну, это крокосрочная спекуляция не более чем, поэтому по Позитиву у меня цель в районе ценового выхода в район 22.93, точнее 22.70 22.90, если быть точным. Ну, где-то на этом эшлоне я Позитив буду поспевенько распродавать, все-таки на младшином фрейм уже вижу ценовую конвергенцию по RCI, то бишь на отскок цена готова выходить, ну и по часовому то же самое, да, по дневному в принципе до важных реперных уровней в виде в виде Yama 100 и дальше линейной поддержки 22.00, цена дошла. В принципе, я серьезно скачу этой бумажки локально повыше. Ну, в общем и целом, спекулятивные краткосрочные и спекулятивно среднесрочные позы по рынку российскому я удерживаю. Мои цели по им так иначе все равно выше. Далее индекс RTS и фьючерс на RTS. Примечание. RTS доходит до своих уровней критических значений такой тотально фатальной жесткой ультраперегрезости. Поэтому RTS я в принципе рассматриваю под краткосрочный шорт. Наверное, от уровня 1100 пунктов, потому что я за ним тупо сейчас наблюдаю последние несколько дней и жду, когда валютный рынок отработает неожиданно свечные шипы. Кстати говоря, свечные шипы в долларе по 12.45, по евро в районе 99.40, по юаню в районе 90.60 почти отработаны. Когда мы их отработаем, мы войдем по валютам в фазу краткосрочной перепродности. Поэтому RTS, вероятно, от уровня 1100, я полагаю, будет снижаться в район поддержки 1050, потом в район перед ГЭП в область 1020. В принципе, RTS у меня в поле зрения находится. Еще раз повторю, что по мере роста валютного рынка RTS будет падать. И, соответственно, переходя уже на валютный рынок, здесь картина следующая. Повторюсь еще раз, шипы почти по доллару, по евро, по юаню отработаны. В принципе, по доллару цель ЕМА100, 92.50, мы к ней почти подошли. Тут, я полагаю, будет у нас фаза локального технического отслока в район ЕМА9, 96.20, ну и вероятненько перед ГЭП в область 97.60. В принципе, тут тоже можно, думаю, локально поймать от ланга движение. Я хочу от ланга движение понять в рамках сделки в юане на 4-часовом графике, как вариант можно сделать. Кстати говоря, уже у нас данная валютная пара входит в фазу перепроданности. Это большой плюс. Поэтому, как только будет отработан не считающий шип, в принципе, можно будет поспевненько сюда забегать и, соответственно, отскок работать. Поэтому, у кого открыты шорты, я вам все-таки рекомендую задуматься о том, чтобы их постепенно закрывать, потому что уровень свечных шипов цены почти отработали. А как вы знаете, основ биржевой торговли из наших лайфхаков в рамках нашего вип-клуба, все шипы свечные это маячки для трейдеров. Если имеется шип выше, цена отработала в поле взрос, если шип ниже, цена отработала в поле снижения. Поэтому рынок малоликвидный у нас в данной ситуации, что валютно, что фондовый, что товарно-сырьевой. И поэтому эти шипы являются драйвером для манипуляции со стороны крупного капитала. Поэтому шипы есть, они будут отрабатываться. Это неизбежно. И что еще надо понимать, есть одна компания такая под названием ВКонтакте, про которую сейчас стало попсово говорить. Да и вообще, пожалуй, затрагив все остальные технологические компании, вот смотрите, по Ян, извиняюсь, по ВКонтакте имеется тотальный шип свечной вплоть до уровня основания 550 рублей. То есть лица, которую сейчас мне предлагают, мол, Михалыч, посмотри, какая бумага вкусная, интересная, после редомиляции, мол, Михалыч, давай брать ее в лонг, мол, Михалыч, ты же вчера родился, да, давай, Михалыч, забирай мою в лонг. Ха, я вам скажу одну простую вещь. Я вот сейчас паспорт посмотрел который раз, да, смотрю, дата рождения написана, не вчера родился. Вы что думаете, я буду эту бумагу на шипе брать вот здесь сейчас? Вот она отработает свой шип где-нибудь до уровня 550, тогда я куплю ее, как это с валютным рынком сейчас происходит, да, то есть меня уму-разум тут учить не надо. Господа, в рынке я торгу уже много лет и я прекрасно понимаю, что как манипуляции крупных капиталов производят, как они торгуют и какими причинно-следствиями логическими связями они тут руководствуются. Поэтому шип есть цели по ВКонтакте в районе 550, то есть цели ниже. Вот. Дальше переходя к акциям компании Циан, вот то, что вы спрашиваете. По Циану мыслями о прежнем цена торгуется при треугольнике. Куда будет выходить цена? Конечно, отработка счетного шипа в район поддержки 720 рублей. Поэтому шип есть, шип остался, нужен шип доработать, шип отработать и потом, может быть, бумажку от ланга брать. По Янусу цель Яма-9 25.84 краткосрочная цель снижения не более чем. По Озон у нас цель в районе 22.800. Короче, цели выше остались. И по Headhunter тоже вы спрашиваете. Цель у нас также находится как и в Озоне выше, в районе сопротивления 4000-4200 рублей. Поэтому, в принципе, с техами будьте аккуратнее. В ВКонтакте и Циан шипы есть, шипы ниже. Поэтому бегать в эти бумаги с балды не стоит. Потому что свечные шипы они все равно будут отрабатываться неизбежно. Я жду, как говорится, увижу отработку, ради бога, сбегая, лангую, все. До тех пор, пока шипы не отработаться, ну уж, извините, подвиньтесь, но я забегать туда не стану. Далее, товарно-сырьевой рынок нефтемарки Brent. Нефтемарки Brent. По нефтемарке Brent рынок, в принципе, сам не понимает, куда ему идти. Поэтому тут боковик в районе 91-90, точнее, 90-91 доллар за баррель. Я думаю, мы будем набирать какое-то время. Да, есть двойное дно, есть его тест двойного. И пока там тезис звонит нам, мы, полагаю, будем какое-то время торговаться. Потому что пока никто не понимает, как ситуация на Ближнем Востоке будет раскручиваться дальше, в пользу кого, какие итоги будут. Я много раз вам говорил, еще раз говорю, что, полагаю, что этот конфликт, он быстро не закончится. Поэтому учитывайте, что пока есть такая неопределенность на Ближнем Востоке, то цена нефти будет торговаться на высоких уровнях. Если вдруг ситуация будет эскалироваться более жестко, то нефть пойдет к уровню 100. Поэтому я на рынке нефти пока не торгую, не работаю, просто наблюдаю со стороны. Что касается природного газа. Свечной шип в районе, точнее, извиняюсь, перед ГПВ область в районе 2.85 в принципе отработано. Мы это с вами снижение ожидали, мы это снижение с вами получили. В чем прикол? В том, что пока я в газ не вхожу, не лезу, я просто за ним наблюдаю со стороны. Почему? Потому что мы сегодня будем снижаться к уровню 2.83-2.84, то есть к уровню Яма 400 по 4 часов готовить на конкретный уровень перед ГПВ области. Будет ли закрываться ГП от текущих уровней стоящей? Честно скажу, не знаю. Поэтому я немного остерегаюсь в газ входить от текущего значения. Просто я буду смотреть за тем, как будет отрабатываться дан ценовой диапазон 2.82-2.8 Потому что если вдруг решат американцы ГП закрыть, они сегодня же погонят цену вниз. Если не решат, они просто будут торговать здесь, они будут этот уровень выбивать, пробивать, стопы собирать и потом за него возвращаться выше. Поэтому в принципе я пока просто наблюдаю за газом, какие-либо сделки не предпринимаю и еще раз повторюсь, что пока особо я не рискую. Просто держу руку на пульсе. Далее золото сервера платина палладий. По золоту торгуемся на сопротивлении 19.80. Я еще раз повторюсь, что если ситуация на ближнем востоке будет более жестко видо отражаться, будет тотальная эскалация, уж, конечно, извините меня, но мы будем вылетать по золоту в район 2050. И я еще раз напомню, что по золоту у нас цель 1,2 гана по факту там 2,500, там 2,700, 3,000. Если смотреть на месячный граф, то у нас цель так и подавна в районе там 3,200. Поэтому учитывайте, что цели по золоту выше, торгуемся мы при тупо восходящем его тренде на этот металл. Поэтому гиперинфляция это неизбежный процесс, господа. Абсолютно. По серебру та же самая шляпа. Цель 1,2 гана 65,70. Я ланги держу, я ланги покупаю, докупаю этот металл и соответственно жду его намного выше текущего уровня. То есть одним рынком деривативов вы цен не задемпингуете. Я это говорю к тому, что сейчас деривативов, то есть фьючерс контрактов на серебро, золото, драгметаллы, там опционных дериватив тоже в рынке немало, в рынке много. И они пытаются демпинговаться, но я еще раз повторю, что в пучине инфляции это все будет себя изжевать. Это неизбежно. И цены будут расти вдоволь. Это надо помнить. Поэтому по металлам пока торгуемся в боковиках, среднесрочно жду их дальнейшего движения вверх. Ланги по серебру инвестиционно держу дальше. Краткосрочные, точнее не так, среднесрочно ланги по плате тоже держу. В принципе не сучусь, не парюсь с целью выше. И финалочку давайте посмотрим рынок криптовалют. В целом мы с вами ожидали роста криптовалют в рамках нашего телеграм-канала. Об этом я публично говорил на ютуб-канале, что от уровня 25 тысяч долларов за унцию по биткоу ожидал выход на 30 тысяч. Что в принципе даже получили выход чуть выше. В чем прикол? А в том, что биткоин и эфириум сейчас вошли в тотальную и критическую фазу перегреться. Поэтому по биткоину цель отката Яма 9 30 тысяч долларов за унцию. По эфириуму то же самое цель отката на уровне Яма 9 1670-1680 долларов за унцию. Поэтому в принципе кто роз поймал кто как говорится не побоялся прибыль фиксировать в обязательном порядке потому что точка вошли в точку бы вы вышли. По эфиру то же самое. Поэтому цели отката будут будет тест данного диапазона поддержки тоже можно будет опять ланги взять и с целью выше по биткоу наконец-то начать выезжать. Дальние цели по биткоин как и по золоту выше по биткоу у нас цель в районе 60 тысяч долларов за монету как и по золоту в 3000 долларов за унцию. Так что кто инвестирует в биткоин цели ваши выше. Кто торгует спекулятивно блин рекомендую прибыль забирайте потому что на откате сможете еще раз свою лангову по ИСу взять. Как говорится снова заработать. Ну и подводя итоги анализ данного видеоролика внимательно следим за тем что происходит на Ближнем Востоке я не знаю чем все это кончится никто этого не знает ни вы ни я ни Вася Пупкин ни дядь Петя ни тетя Мотя ни баба Души никто. Поэтому что мы должны понимать цель архитекторов одна это гиперинфляция. Я вам об этом говорил с конца десятых годов в 17-м 18-м 19-м потом в начале 20-х 20-м 21-м теперь 23-м и проблема вся в том что наш сценарий отрабатывается вдоволь это сам проблем с которым мы сталкиваемся который я вам озвучил еще вот буквально в том году и пару лет назад что конфликт на Ближнем Востоке это была неизбежность конфликт в Азии это будет тоже неизбежностью Корея извините меня это будущая проблема то есть Северная Корея конфронтация США с Тайванем за рынок полупроводников тоже предстоящая проблема то есть если вы думаете что есть тупо из-за долгом все эти конфликты возрастают вы крупно ошибаетесь почему потому что цель всех этих конфликтов тупо в экономике в деньгах и финансах то есть Китай хочет наехать на Тайвань тупо почему чтобы стать основным правообладателем чипов рынка IT всего мира то есть отжать этот рынок у всех чтобы стать доминантом на этом секторе цель Кореи в чем в том чтобы тупо восстановить свою целостность по их личному мнению то что говорили Ким Чен Ын например пипец ли это да конечно пипец почему потому что у нас будет дальше политика разгораться соответственно это все придет к тому что логистические цепочки будут хромать мировоз судоходцы будут вставать в ступор то есть логистика из-за политики тупо у нас откается так лет на не знаю 30-40 назад когда мир был деглобализирован поэтому повторюсь что из минувшей глобализации мы входим в фазу деглобализации это неизбежно то есть у нас ну не то чтобы многополярный мир скорее он биполярный есть запад есть восток не как-то по ящику говорят что биб какого-то многополярным будет многополярный мир это вечные конфликты вон вспоминать многополярный мир по миру Европа 110 лет назад до чем это конч enhance их многополярной вы помните либо Европа до 200 лет назад многополярность чем кончилось сами знаете в Азии там 500 лет а чем всё это кончалось конфликтами. Вы это помните. Как говорится, история – это та бабка, которая помнит прекрасно все и ничего не забывает. Поэтому человек, что он не учился, учиться в ошибках никогда не будет. Это надо всем понимать и учитывать. И, соответственно, чтобы не стать жертвой этого финансовой истерии, я вам, господа, просто рекомендую задуматься о том, что физмат-активы – это единственный выход в всей ситуации. Потому что есть те лица, которые мне говорят противоположные вещи. Мол, Михайлович, ты не прав. Вот у меня был физмат, я обосрался. Ну, какой-то Иван Иванович, да, такими вещи в комментариях пишет. Эфемерный. Иван Иванович. То есть это люди настоящие, мне такие вещи пишут, но я просто именно сейчас вам заувалированно презентую. Проблема у себя в том, что если рассматривать данный вопрос с точки зрения регионального, да, конечно, обгадиться можно. Но и с точки зрения мирового масштаба обгадиться не получится. Ни при каком раскладе. Потому что быстрее будут в инфляции сгорать наши с вами бумажные денежки. Фиатные деньги. То есть фиатный рубль, фиатный доллар, фиатный евро, юань и прочие в этом духе. То есть теряя покупательскую способность. Вот. За счет фактора роста сырьевых рынков, за счет фактора девальвации. Потому что фактор девальвации третьих валют мира он прошел. Сейчас начался фактор девальвации вторых валют мира. Потом будет фактор девальвации первых валют мира. Вот. И мировые капиталы будут куда перетекать правильно? В дорогоценный промышленный металл также в криптовалютах. Это все неизбежно. Поэтому еще раз повторюсь, что держите ухо в остро. Учитывайте, что физмат-активы это единство спасения из всей текущей кризисной ситуации, в которой она загоняет. Она загоняет в Великую депрессию. То есть в кризис капитализма. Потому что критный цикл заканчивается. И мы находимся на стыке двух эпохальностей. То есть эпохальности банковского капитализма, эпохальности цифрового капитализма. Вот. Как говорится, стынечка тут довольно весомая на выходе получается. Поэтому резюмирую свою мысль по рынку тем, что по мере роста акций России я буду все это распродавать. Я в российский рынок инвестировать не собираюсь. Я не верю, как таковы инвестиции. Я много раз об этом говорил. Я не знаю, что будет на горизонте 10-20 лет. Могу предположить, что будет на горизонте 5 лет. Поэтому спекуляция, спекуляция еще раз, спекуляция и не более чем. Вам также, в принципе, рекомендую поступать, потому что вся эта инвестиционная шушера и все это балабольство большинства публичных инвестблогеров. Мол, надо инвестировать на старость. Во-первых, дайте гарантию, что до старости удастся дожить. Это во-первых. Во-вторых, дайте гарантию, что до старости все фиатные деньги не обесценятся. И нас всех не пересадят на тотальные цифровые активы. А нас будут пересадят на тотальные цифровые активы. Это неизбежно. Силой. Поверьте, силой. И будут еще привлекать также бизнес в это дело. Так что, такие проблемы я вам рекомендую учитывать. У меня на этом все. Я вам рекомендую подписаться на все наши медиаресурсы. PRP, BIRJBOT, либо BIRJBVIP.RU. Наш официальный телеграм-робот и сайт для входа в ВИП-канал по трейдингу и инвестициям. Проводим каждый день прямые эфиры. Торгуем каждый месяц. Отвечем на все ваши вопросы. Также публикую обучающие посты довольно часто. И лайфхаки по рынку каждый день по экономике и трейдингу. В том числе публикую эти лайфхаки каждый день. Как говорит, все ради вашего развития. Все ради того, чтобы наше сообщество было укомплектовано. Чтобы при грядущих мировых реформах умные люди объединялись с умными. То есть я что хочу этим всем сказать? Что хочу создать нормально, адекватное сообщество. Чтобы умный человек общался с умным человеком. Чтобы они обсуждают те или иные вещи. Чтобы потом это можно было коллективно зарабатывать. Все. Как говорится, это моя цель. Которую я медленно, верно, с нашей уважаемой редакцией группы каналов BIRJBIC иду. Поэтому, господа, тоже вам рекомендуем в наше сообщество так иначе вступать. У нас также имеется телеграм-канал. Пункт А про рынок акций. Б про сырьевой рынок. В про облигации. Г про банксет рынка недвижимости. У нас также имеется контакт группа. Янг Зен и Рутюб канал. Поэтому на эти медиа и ресурсы вам рекомендую подписаться. Информация, которая выходит там. Задержка во время поступает. Либо вообще, бывает, не поступает на YouTube. От слова совсем. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотные стратеги. Наши главные союзники. На этом все. Всего вам доброго. Удачи торгов. Увидимся в следующем видеоролике. И до свидания.